Проект подготовлен по заказу Национального агентства по технологическому развитию при поддержке Министерства по инвестициям и развитию. Лучший способ предсказать будущее – это изобрести его, сказал американский ученый Алан Кей. Инновационный форсаж продолжает поиск главного героя, автора уникальной идеи. Идеи, которая изобрететет наше будущее. Я приветствую всех, кто сейчас смотрит самое грандиозное шоу страны – инновационный форсаж. Восемь человек уже представили перед нашим справедливым, компетентным и терпеливым судейством, среди которых директор Союза машиностроителей Казахстана Тимирлан Алтаев. Заместитель председателя научно-технологического холдинга Парасат Биржан Мадиев. Директор акционерного общества «Сана Инновэйшн», руководитель научных проектов «Яну» имени Гумилёва Оскар Рынгазин. У нас выдающийся круг независимых экспертов, среди которых ведущие ученые и специалисты промышленных предприятий, научных организаций и иные представители инвестиционных и венчурных фондов. Вижу, что обстановка в зале накаляется. Прямо сейчас начнут свои выступления наши участники. Человек, который стоит за этой дверью, предлагает уникальный, на мой взгляд, проект. Встречайте, Серик Смогулов, Алма-Аты! Смогулов, Серик Муратович, город Алма-Аты, с проектом «Теледоктор». Автор проекта «Молодой врач» предлагает внедрить систему оказания консультационных медицинских услуг в режиме... Если мы еще и выведем такой медицинский сервис на международный уровень, когда к вам будут обращаться с заявками пациента, тем более это молодые мамы, обеспокоенные детьми, или пожилые люди, которым нужно внимание, если ваш сервис будет как в лучших отелях мира или в международных госпиталях планеты, я насколько понимаю, это обязательно представиться, обязательно посочувствовать человеку, который позвонил с проблемой, никогда не говорить, я не знаю, или это было в другую смену, или это был врач. Всегда нужно стараться помочь, даже если это было не в его смену. Поэтому на поле битвы следует выходить не просто с чувством уверенности, но и с четко подготовленной техникой. Такая бизнес-модель уже на развитых рынках, в штатах части, в частности, работает. Мне кажется, один из вопросов, это как раз не слишком ли этот проект опережает свое время. Но с другой стороны, тут ситуация такая, что первый пришедший засталкивает за собой самый лаковый кусок рынка, и если они готовы какое-то время терпеть, то, возможно, вероятно, что это проект хорошее будущее. В нашем проекте хотим объединить лучших врачей Казахстана, не только Казахстана, а России, США, Германии, Южной Кореи в нашем проекте, чтобы они оказывали казахстанцам реальную медицинскую помощь, чтобы люди, живя в Атарау, где в каком-то селе, в Алматинской области, Актюбинской области или в других городах, могли получить квалифицированную медицинскую помощь. Сергей, позвольте, да, вот такой вопрос сразу задам, просто вы готовились по этому проекту, тема вам близка и тем известна. Скажите, пожалуйста, какое количество сельских округов у нас имеет интернет вообще? Даня, точно статистики не могу сказать, в каких селах есть интернет, в каких нету, но даже в крупных городах во всех есть, я знаю, интернет. У многих родственников, которые живут в аулах, в каких-то селах, у них есть родственники в городах, они всегда могли бы приехать в города, попросить родственников воспользоваться интернетом или зайти к соседям, воспользоваться интернетом и обратиться в нашу службу к обращению к нашим врачам. Замечательно. Скажите, а у вас обращение это платное или нет? Проект социальный? Конечно, на самом деле проект, он на самом деле является социальным, потому что стоимость приема в нашей онлайн-клинике составляет всего лишь тысячу тенге, это не 3-5 тысяч тенге, как прийти к живому врачу. По статистике, 70-80% всех приемов можно осуществлять в режиме онлайн. Получается, что у вас это сайт, куда может зайти любой желающий, получить консультацию любого на выбор докторов. Они сидят в режиме онлайн целый день, ждут, когда же им Вася Пупкин из Атерау позвонит. Совершенно верно. Но они не сидят, у каждого врача есть определенный график, в какое время он принимает. Вася Пупкин, как вы говорите, заходит, выбирает время, которое ему удобно. Допустим, он сидит, у него обеденный перерыв на работе, он может зайти с часу до часу 30, записаться на прием в режиме онлайн, проконсультироваться у врача, не отвлекаясь с рабочего места. Я хочу пригласить нашего гостя, человек, который будет помогать вам в защите вашего проекта. Это победитель республиканского конкурса НИФИ в ТИКе 2012 года, Марат Сулейменов. Давайте его поприветствуем бурными аплодисментами. Здравствуйте, Марат. Я так понимаю, вы прям с работы сразу. Это рабочая форма у вас? Рабочая форма у вас. Замечательно. Вы прям отличаетесь. Марат, скажите, пожалуйста, вы слушали то, что говорил Серик. Как вы думаете, он говорит, что все, кроме гинекологов, можно лечить, да? Это роды принимать онлайн. Это реально, нет? Вы бы взвогли. Нереально. Данный проект заинтересовал меня как практического врача, но скажу, что в акушерской практике, к сожалению, он может быть не так применим. Когда необходима консультация врача, специалиста, квалифицированного, но нет возможности сходить. Это выходные дни, праздничные дни и ночное время, суток. Абсолютно правильно сказал, примерно, например, любой человек, прежде чем обратиться, например, он может онлайн обратиться к врачу и подготовиться даже, прийти уже к приему уже правильно, например, для сдачи анализа. Для того, чтобы сдать анализ, например, он должен утром не кушать, например, если сахар на кровь, например, или там биохимические анализы, если сдавать на кровь. Поэтому таких моментов очень много. Превращается в дорогостоящую игрушку, в какой-то степени, если человек туда на первичку, допустим, к терапевту выходит онлайн, в удобное для него время, и он слышит ту фразу, которую он все равно должен знать. Ответ. Не кушай с утра, если идешь кровь сдавать. В данном случае, опять же, врач абсолютно прав. Врач должен пощупать, заглянуть в рот, в ухо больному, какой-то диагноз поставить. В данном случае онлайн на сегодня, вот этот вот, ну пусть разновидность скайпа, да, это будет постановка первичного диагноза на основе ощущений и рассказов больного, которого ты не видишь. Если данная система будет себя включать, допустим, сканированные копии там предварительных этих самых анализов там и так далее. То есть я бы не доверил, да, если вот ответить на ваш вопрос. Мы в нашем проекте внедряем не только онлайн-консультацию, прежде всего это будет электронная медицинская карта больного с возможностью загружать анализы диагностических центров напрямую на наш сервер. Это будет все объединено. Допустим, вот компания ведущая какая-либо, она сможет автоматически загружать анализы именно определенного пациента по согласованию пациента. Мне кажется, что ваша аудитория в первую очередь, да, это люди, которые находятся в регионах, да. Почему? Потому что на местах есть проблемы с квалифицированным персоналом, а ездить постоянно в город достаточно накладно. Либо это могут быть, допустим, пациенты с каким-то тяжелым диагнозом, да, который там в принципе, я не знаю, там сложно найти решение в Казахстане, поэтому у вас есть, да, такой сервис, как консультация за рубежом. Но в то же время, да, ваша аудитория, она должна быть достаточно, скажем так, иметь хорошую компьютерную грамотность. То есть все-таки здесь идет работа с интернетом, с камерой, с аудио и так далее. Но если сопоставить опять-таки вот с регионом, то здесь все-таки есть проблемы. Как будет производиться оплата докторам, которые ведут консультации? По результатам оценки пациентов или безусловно? В чем инновация нашего проекта? Мы онлайн-клиника, мы онлайн-медицинская клиника. У нас есть медицинская лицензия, у нас все врачи сертифицированы. Все врачи работают в нашей онлайн-клинике, они получают заработную плату в нашей клинике. Соответственно, эта сумма тысячи тенге, которую человек заплатит за консультацию, она пойдет в нашу онлайн-клинику. И с этих денег мы уже потом будем платить заработную плату нашим врачам. А в знак благодарности у нас же все любят благодарить за хорошую консультацию врачей. Два лайка. Два лайка. Ну что ж, настало время как раз-таки взяться, вот так сделать кулачки, вам начать переживать за коллегу. В таком случае 30 секунд времени на раздумья вам. Субтитры подогнал «Симон» Время вышло, приступим к оценкам. И начнем с Биржана Мухаммеджановича. Давайте с вас. Начнем, вы ставите 19 баллов. Тимур Лондонский, сколько вы ставите? Также 19 баллов. Скар Канатьевич. 20 баллов. Вот так. Спасибо вам. Спасибо. Более, что тот, кто трогает Марата за руку, как победителя прошлого конкурса, тот однозначно имеет все шансы выйти в финал. Спасибо. Спасибо. Он приехал прямо из города Павлодар, чтобы побороться за главный приз конкурса «Инновационный форсаж». Встречайте, Каракаев Абулханкус Мурзаевич. Вот так, вот так, вот так. Надо громче аплодировать. Абулханкус Мурзаевич, добро пожаловать к нам в студию. Каракаев Абулханкус Мурзаевич, Павлодарская область. Автор проекта – инновационное внедрение на эксплуатируемые дизели топливных систем с бездренажными форсунками, с глухим колпаком и с деталей эксплуатируемых транспортных средств. Автором проекта разработаны и созданы разные варианты топливных систем с форсунками и клапанами, которые рекомендуется устанавливать на дизельные двигатели. Причем всех типов, включая танковые и другие дизели военно-инженерного назначения. Обязательно надо остановиться на вот этих двух ключевых параметрах – экологичность и экономичность. Успешные консалтеры мирового агентства «Делойт» готовы поделиться своим опытом и раскрывают секреты инновационного предпринимательства. Это прямо видно, что у вас на самом деле социально значимый проект, экологически важный проект. Учитывая то, что у нас экспо-17 на дворе скоро, я думаю, что на самом деле у вас очень-очень хорошая идея. Просто вот это все дело надо собрать должным образом. Эта задача была очень сложной. Немцы пошли устанавливать два клапана на нас, усложнять, и говорят, что надо устанавливать такой форсун, когда Сливная Магистр усложняет топливный двигатель. Сливная Магистр всегда усложняет двигатель. Поэтому была задача, тем более вот этот двигатель А-41 устанавливать на трактор ДТ-75М «Казахстан», и избыток топлива сливался на землю. И вот когда посчитали, то оказалось, что с одного двигателя сливается 500 килограммов топлива в год. То есть в год берет 1300 моточасов. Надо было все это взяться. За это дело взялись. Мы эту задачу выполнили. Закрыли этот сливной магистраль. И добились результата того, что разгерметизирован нагнетательный клапан. Все. Больше никаких деталей я не беру. Я из этих систем создаю топливную систему, устанавливаю на КАМАЗ. Могу установить на танк. Между прочим, танкисты тоже заинтересовались. Что дает? Одно дело мы устранили слив дренажным топливом на землю. Другое дело, что дымность и таксистность отработки газов снижается как минимум на 40%. Для тракторных ездилей, для автомобильных ездилей до 2-3 раз. Это очень актуально для таких городов, как Алматы, как Ташкент. Ну, астана тоже. Это вот вы сейчас говорите о дизельных, КАМАЗах, танках. А автобус? Вообще, при работе в любое время 7-8% топлива дает. При эксплуатации. А в год получается... Ну, давайте сделаем так. На одном гектаре условные пахоты, это 1,3 гектара, экономится 2 литра диз-топлива. На одном гектаре? На одном гектаре. Я, значит, по данным по землянему устройству, посчитали, когда на всю площадку... При однократном вспышке около 2 миллионов топлива экономится. Это 103... Тогда цена диз-топлива была 60 тенге. Экономика составляет 136 миллионов, только при однократном вспышке пахотных земель. Кроме этого, еще токсичность отработавших газов. Дальше. Упрощается конструкция двигателя. Монтаж и не монтаж топливной системы на двигатель. Так, дальше. Пожаробезопасность. Ведь сливаемое топливо загрязняет двигатель, загрязняет растительность, урожай совсем вытекающим отсюда последствиями. И одновременно гигиена механизаторов, механиков, ремонтников повышается. У существующих системах устанавливают зазор 2-3 микрона, для того, чтобы меньше было утечки топлива, дренажной системы. А мы поставили зазор 6-9 микронов. И топливо, сверху давление уже, здесь будет давление, снизу давление, игла павает в топливной ванне. А это способит уменьшению трения. Повышается быстро, то есть игла движется и опускается, поднимается, опускается быстро. А это сокращает продолжительность. А для двигателя сокращение продолжительности. Это важный параметр для повышения экономической работы двигателя. Теперь имейте в виду, для сгорания 1 кг топлива требуется 15 кг воздуха. Вы представляете, если с каждым... То, что для проблем Алматы, это прямо у Алматы, Караганда, у нас загрязненные города. Любой город. Шахта, закрытая шахта. Там задыхаются люди. В гараже заводят двигатель. То же самое. Это очень опасно. Очень опасно. Бывает, насыпает навечно. Любого из наших инноваторов всегда поддерживает кто-то из знаменитостей. Я с огромным удовольствием хочу пригласить вашего помощника, так сказать, в презентации сегодняшнего проекта. Известный певец Ерлан Малаев. Встречаем. Добро пожаловать. Разбираетесь вообще в форсунках, в двигателях. Причем, а с вами олимпиады, а с вами олимпиады, а с вами олимпиады, а с вами олимпиады. Субтитры делал DimaTorzok. можно мой комментарий я пересел на автомобиль с дизельным двигателем месяц назад я ощутил очень большую разницу в затратах на топливо и я вчера посчитал что один день моей езды мне обходится всего в 350 тенге раньше мой один день езды обходился мне где-то в 550 тенге для меня настолько большая разница в цене между бензиновыми дизельном топливе что я бы не хотел еще тратить деньги на то чтобы модернизировать свой двигатель или ставить какие-то дополнительные установки просто вы меняете это ничего не меняете вы за поставили тогда у меня хорошо у меня такой вопрос к вам как сделать так чтобы любой с тошник мог установить вашу деталь и правильно объяснить это водителю вот сейчас технопарке то есть автобусном парке сказали мы создаем группу по маркетингу по экономии топлива приходите к нам помогите его согласен сюда вызывайте так еще одна вещь танковых двигателях танковых двигателях сейчас повысится давление до тысячи атмосфер системы не выдерживает и вот когда выходит из строя начальник военно-научного центра и профессор ермик баев говорит если мы просим челябинский тракторный завод они там делают для замене топлива они просят стоимость двигателя если мы просим заменить двигатель стоимость танка требует поэтому я ставлю вопрос строить завод топливный аппарат для казахстана это будет конкурентоспособная казахстан как не только казахстане это будет мы можем обеспечить всю центральную азию южка юг россии мы можем запад китая то есть работают вот такая будет хорошая с аналогичными вещами я сталкивался в принципе народные умельцы делают такие вещи оптимизирует работу двигатели добиваются эффекты экономии топлива поэтому я считаю что это нужное дело его надо продолжать четыре книги есть отчет последний писал мне 74 года я думал заболею заболел прощаться хотел так совсем и написал капитальный отчет любой человек мог продолжить номер отчета есть пожалуйста при заказе 500 страниц из них сто пять приложений Продолжение следует... В этом году Европа и США заботились одной проблемой. Это дымные частицы от работы именно дизельных двигателей. Если раньше считалось, что дизельные двигатели это очень экономичные двигатели, наносящие минимальный урон окружающей среде, не требующие особого ухода, то сейчас такое мнение, что дымные частицы наносят в городе для окружающих людей, ужасающий вред, вплоть до раковых заболеваний. Поэтому здесь, если, скажем, правительство уговаривает переходить с бензиновых на дизельные двигатели в целях экономии топлива, то есть и обратная сторона этого вопроса. Вот здесь вот у нас один из экспертов перешел с бензина на дизельный двигатель. Но возникла другая проблема. Проблема дымных частиц от дизеля. У бензинового их нет. Этих проблем гораздо меньше. Поэтому я думаю, что если ваша техническая инновация или переделка позволит снизить дымность в обычных двигателей на 40% для легковых машин, а для тракторных 2-3 раза, я думаю, что вы сделаете большой вклад. Я благодарю вас, Оскар Канач, спасибо. На самое время узнаете, сколько вы получите баллов за вашу идею, за вашу инновационность, за ваш проект. Узнаем через 30 секунд времени. Субтитры подогнал «Симон» Время вышло, это значит, что прямо сейчас мы узнаем ваши оценки. Итак, начнем с вас, Биржан Ахамиджанович. 20 баллов. Тимурлан Скиндерич, 20 баллов. Асгар Канач, 23 балла. Тимурлан Скиндерич, у вас достаточно высокий рейтинг, достаточно высокие баллы, однако дадут ли они вам проход в финал или же нет, узнаем. Ну, по крайней мере, не сейчас. Знаете, я благодарю вас. Проводим бурными аплодисментами. Спасибо, Ерлан. Спасибо вам за прекрасную помощь и поддержку. Друзья, я напомню, вы смотрели «Инновационный форсаж». Это шоу, где разыгрываются реальные деньги. Общий призовой фонд – 11 миллионов тенге. За третье место мы даем миллион, за второе – 2,5 миллиона и за первое – 7,5 миллионов тенге. Именно столько получит наш главный претендент на право называться победитель конкурса «Нифифтикейп». Меня зовут Даниэр Бутербаев. Встретимся с вами ровно через неделю на телеканале «Хабар». Пока! Субтитры создавал DimaTorzok